Узы дружбы. Все это просто ужасно. После битвы в Далине Предков, старейшины-узумаки собрались вместе, чтобы решить проблемы, которые так неожиданно появились на пути клана. Так было всегда. Когда что-то случалось, кучка стариков пытались решить то, о чем вообще не знали и даже не думали, что делают неправильно, совершенно этого не понимая. Не стоит долго рассуждать на эту тему, один из старейшин, сидящих во главе, резко прекратил все разговоры об этом ужасном разгроме, где узумаки позорно проиграли. Пора уже выбрать следующего главу клана. Тогда у меня есть предложение, какой-то старик, медленно поглаживая свою бороду, начал говорить первым и все внимательно посмотрели в его сторону. Как насчет Ашины-узумаки? На какое-то мгновение старейшины замолчали, хорошо обдумывая выставленную кандидатуру. Я думаю, это отличное предложение, послышался хриплый голос с другого конца комнаты. К тому же у него прекрасная дочь. Мита. Да, очень примерная девочка, заключил еще один, немного посмеиваясь. Благодаря ей можно заключить союз с другим кланами. А что насчет дочери бывшего главы? Неожиданный вопрос застал всех врасплох. Элая, главная старейшина, очень тихо произнес ее имя вслух, как будто пытаясь все вспомнить, связанное с этой девочкой. Этот монстр. Казалось, что старик как будто выплюнул эти слова, выражая свое негодование. Она прекрасная кунаичи, начал ее оправдывать главной старейшиной и немного улыбнулся. На данный момент в деревне вряд ли найдется кто-то сильнее ее, тем более из молодых. «Кисагаки-сама, о чем вы говорите?» Невольно повысил голос тот, кто предложил кандидатуру Ашина. Этой дремной девчонке всего 16 лет. В конце концов ее отец бывший глава Фуссоу специально воспитывал ее для этого, спокойно ответил на его вопрос Кисагаки и вопросительно посмотрел на присутствующих. «Думаю, сейчас ей точно рано», — предложившую кандидатуру Ашина закивал головой, соглашаясь с другим старейшиной. Но, когда она подрастет, из нее получится прекрасный лидер, но вдруг ужасающим взглядом одарил говорившего и еще больше разозлился. «Того-сама, успокойтесь», — Кисагаки спокойно вздохнул и продолжил. «Она вам не секретное оружие, узышла Гакури. Она наш Шинобе, который любит свой клан так же сильно, как и вы. Остальные согласно закивали, и того ничего не оставалось сделать, кроме того, чтобы сесть на место и недовольно бормотать себе под нос». Ашина прят красная кандидатура, заключил Кисагаки. «Думаю, в заражении не будет. Сообщите, что с сегодняшнего дня он глава Узумуки. Девушка, сидевшая с задней стороны домика, в котором собрались старейшины, понимала, что подслушивать нехорошо, но она хотела. Хотела понять, что же ее ждет после смерти отца. Хотела, чтобы ее силу перестали использовать и приняли как настоящего Шинобе клана. Но тогда почему многие все еще видели в ней секретное оружие? Несмотря на то, что Кисагаки был на ее стороне, того был все еще против, чтобы ее даже выпускали из деревни. К тому же еще и новой главой станет Ашина. Получается, что теперь именно Мита будет следующей наследницей, а не она. На самом деле, Элайен чувствовал разочарование. По крайней мере, ей так казалось. Все слезы высохли и теперь она чувствовала, как стала немного сильнее от того, что снова могла контролировать себя. В следующий раз у девушки не получится сдерживать свиток, если она вновь выйдет из себя, но... Как можно было оставаться спокойной в той ситуации и послушать остальных, не отправляясь мстить Учхо за смерть ее семьи? Черт, почему все так? Почему Мадара говорил ей, что это не его клан виноват в смерти Узумуки? Зачем он пытался защитить свой клан, если прямо на его руках умерла ее сестра? Узумуки с боли закрыла глаза и перестала дышать, надеясь забыть те картины, которые она видела перед собой. Поле трупов и сожженные дотла долина, которую в итоге изжег Мадара по ее просьбе. Узумуки не желала даже прикасаться к мертвым. Несмотря на то, что она уничтожила столько отрядов разных кланов сама, как же больно ей было осознавать, что у них у всех были семьи. У них была своя жизнь, но она убила всех, отняв у них все. Черт, как же так? Элая больше не хотела убивать. Она ничего не хотела. Пусть все будет как раньше. Никаких войн, а просто детство, в котором было весело вместе с друзьями. Никаких смертей и только мир, где дети не будут воевать. Но тогда почему? Ты что подслушиваешь? В один момент Узумуки просто потерялась глубоко в себе и совершенно не ожидала увидеть здесь Мита, которая всегда появлялась словно из воздуха, поэтому немного шарахнулась в сторону от неожиданности и схватилась за куной. Это я, ты чего? Девушка отошла от Элая, догадавшись, что к настоящему шинобе, понимающим, что такое война, лучше так просто не подходить, поэтому испуганно потрясла руками перед собой, словно оправдываясь. Интересно, сколько же она битв пережила, чтобы так на рефлексе хвататься за оружие? Сколько же ей досталось? А? Расслабилась Элая, тяжело выдыхая. Как говорится, спамнишь лучик, вот и солнце. Мита, девушка действительно никого рядом не ожидала увидеть. Не твое дело, что я здесь делаю. Грубиянка, надулась Мита, ставя руки в боки и немного наклоняясь вперед. Я просто хочу узнать, хорошо ли у тебя все. Не строя себе милую девочку, разозлилась девушка и встала на ноги, отряхивая руки от пыли. Вряд ли тебе действительно интересно, как я себя чувствую после того, как вся моя семья убита, а твой отец снова глава. Элая горько усмехнулась и, даже не посмотрев на удивленную Мита, решила уйти прочь. Но дочь Ашина ее остановила, развернув к себе, и двумя руками взяла ее за руки. Что ты такое говоришь? Сама что ли не понимаешь? Казалось, что еще чуть-чуть Элая выйдет из себя, поэтому она резко оттолкнула ее от себя. Что опять делает эта девчонка? Мита постоянно пытается узнать то, как она себя чувствует, и что делает. Почему ей вообще это интересно? Твой отец снова глава. А ты, Узумаки, сделал шаг назад и сильно зажмурил глаза, сжав кулаки для того, чтобы снова не начать плакать и выходить из себя. Но у нее не получалось. Она быстро переходила на крик. А ты новая принцесская, которая скрипится с каким-нибудь стариком из клана Абурами. На секунду появилась тишина. Не было слышно вообще ничего. И именно эта тишина довела Элая до слез. Снова. Какая же она слабая. Ниндзя не должны выражать чувства. Никто не должен знать о том, что у них глубоко в сердце, но в последнее время девушка постоянно плачет. Весь ее мир, маленький такой крохотный и беззащитный мир был просто разрушен второй раз. А эта девчонка сейчас его все больше добивала. Я знаю. Но эти слова, прозвучавшие в тишине, словно ударили по голове молотком, и она в ужасе открыла глаза, уставившись на милую девочку. Митта улыбалась, но в ее глазах была боль. Не радость, от того, что она теперь дочь главы, не грусть от того, что Элая права. Боль. Как же так? Я правда знаю, она так тепло смотрела на Элаю, что та пожалела о своих словах. Как она вообще могла сказать такое в лицо тому, кто, наверное, не хотел в это верить, но не мог по-другому. Тот, кто уже все знал, но не хотел рассказывать. Мне жаль. Горько прошептала Элая, едва сдерживая свои слезы. Почему? Почему в последнее время она все больше выходит из себя и ее привычное хлыднокровие пропало без вести, падая в бездну давно забытых чувств? Что вообще происходит? Что происходит с ней сейчас? Куда пропали все ее настоящие чувства? И откуда взялась эта ненависть? Не смей меня жалеть, Мита медленно подошла к девушке, все так же улыбаясь, но скрывая все свои чувства за длинной челкой. Да, все верно. Ниндзя никогда не показывает своих истинных эмоций. Если ты хоть раз показал врагу свое истинное лицо, ты проиграл. А чтобы обмануть врага, нужно обмануть друга. Но ни Мита, ни Элай так не хотели. Разве этот мир не настоящий? Пусть он и жестокий, но не лживый, не мнимый, а искренний со всеми. Так почему они должны быть такими фальшивыми? Мита все понимала. Она тоже рано повзрослела. Именно поэтому девочка так крепко прижала к себе Элайю, которая смотрела вверх, запрокинув голову, чтобы никто не видел ее слез. В это голубое запредельное небо, куда никто и никогда не сможет попасть, Элайя правда хотела обнять ее так же крепко, но не могла. Руки даже не поднимались, а из глаз текли горячие слезы, доказывающие ее настоящие, а не лживые чувства. Казалось, что к ее кистям были привязаны стокилограммовые валуны, тянущие ее в бездну отчаяния и боли. Но именно Мита держала ее на поверхности. И пусть, что она дочь главы. Замины ее сестры. Пусть все так это не важно. Важно только то, что они шиноби. И с этих пор больше ничего не имеет никакого значения, клан Синджу считался сильнейшим кланом среди всех. Они славились своими мощными техниками, Учхо были признаны кланом любви, ведь все их существование и техники основывались на чувствах. Узумуки клан Печатей. Никто не мог это сделать искуснее, чем они. Но в каждом клане была тайна, то, о чем они никогда не поведали другим, ведь это было их козырем. Поэтому, узнав тайну клана Узумуки, Мадара долгое время не мог так просто успокоиться. Скорее не успокоиться, а то, что он был в замешательстве, нужно ли об этом рассказать отцу. Ведь это может много, что решить. Узумуки столько лет скрывали мощнейшее оружие, правда, которое еще не выросло, но все-таки сам факт его существования говорил о том, что когда Лая станет взрослее, победить ее будет почти невозможно. Но с другой стороны, почему он должен говорить об этом отцу? Если он не скажет, тот все равно не узнает то, о чем ему рассказала старшая дочь главы Узумуки. Поэтому был ли смысл докладывать ему об этом? Он ведь скорее всего занят и даже не поверит ему. От своих собственных мыслей Учиха еще больше и опечалился, поэтому тренироваться дальше в расстроенном состоянии не было смысла. Сегодняшняя тренировка и так не удалась. Изуна не пришел, потому что его отправили на задание, с остальными слабаками он даже не хотел иметь никакого дела, а отец его вообще наказал, после того, как он увел эту девчонку и отпустил ее, поэтому ближайший месяц он его не отпустит никуда. Мадара со злостью ударил кулаком в ближайшие огромные валуны, тот легко рассыпался в песок. Отец никогда не сможет его удержать здесь. В конце концов, никакие барьеры из чакры не стоят. Он спокойно сможет уйти в любой момент и вернется с головами из кланов Узумуки или Синджу. Узумуки. Эта девчонка разрушила его воображаемые планы, которые он столько раз представляли перед сном. С тех пор, как много лет назад они разошлись стали врагами, он часто представлял, как однажды он хорошенько врежет по лицу хаширами, а потом подаст ему руку, чтобы заключить союз. Но, чем в больших количествах битв они участвовали вместе, тем меньше он собирался протягивать ему руку. А что касались Илая, это была совершенно отдельная тема. Когда-то давно хаширама признался ему в том, что в восторге от этой тихой, очень скромной и в то же время той, кто сможет за себя постоять, девочки. И Мадара искренне не понимает почему. Это было до того, как он узнал, что она из Узумуки. Иногда у нее было такое лицо, будто она не с ними, а где-то за пределами этого леса. И, когда Мадара это видел, то был в недоумении. Ведь ей было тоже весело. Хотя она и никогда не участвовала в дружеских поединках, ссылаясь на то, что не умеет. Хах, не умеет. В первый же их бой в деревне его клана, он был удивлен и даже в ярости. Как же она смогла так сильно подавлять свою чакру, что он учхо. Так легко и сразу поверил в то, что она не использует ниндюцу. Мадара столько раз представлял перед сном, как побеждает ее в бою, а потом заваливает на спину и активирует шаринган. Отправляя ее в гендюцу. Она проваливается в сон, а он забирает ее к себе в клан. Но, это оказалось невозможным. В последний раз, когда они виделись, учхо действительно активировал шаринган. Но она даже не обратила внимания от злости, хотя все время смотрела ему в глаза. Парень тогда снова был в недоумении, но только сейчас он вспомнил о том, что, когда она была привязана к столбу, то притворялась, что находится внутри глубокого сна, хотя на самом деле из него вышла. Да что же не так с этой девчонкой? Размышляя о прошлом, Мадаре вдруг безумно захотелось вернуться на ту речку, где они когда-то встретились с Синджу. Именно поэтому, не теряя времени, он бегом направился через поле к старому лесу, чтобы увидеть то самое место, где они последний раз расстались. Точнее, где он всех бросил, Элай плакал от бессилья, а Хаширома не знал, что делать и просто сбежал. Чем ближе он был к месту назначения, тем больше по его телу разливалось тепло, о котором он будто забыл. То самое приятное чувство, которое он испытывал в прошлом, направляясь в эту сторону. Преодолевая последние препятствия в виде высоких кустов, за которыми скрывается речка, Учхо с улыбкой выскочил на давно забытый берег и тут же застыл в удивлении. Этого он точно не ожидал увидеть. Ты? Учхо от злости сжал кулаки, с такой силой, что побелели костяшки пальцев. А неожиданный ниндзя, которого он увидел, наоборот расслабился и сел на берег, опираясь на руки. Какая неожиданная встреча, Мадара. Тебя я здесь точно не ожидал увидеть, почему-то Учхо успокоился, но подозрительно прищурился, оглядывая собеседника с другого берега реки. Хаширма. Не хватает только ее, Синджу грустно улыбнулся, и как бы не хотел, Мадара раздевлял с ним это чувство. Я видел ее недавно, Учхо медленно опустился на землю и присел, чтобы было удобнее разговаривать с Синджу. Она повзрослела. Сказал очень взрослый, мальчик, от души посмеялся Хаширма, внимательно следя за тем, как у Мадара дрогнули уголки губ. Мы тоже с ней недавно виделись. Точнее только я. Промелькнула мысль у него в голове, но вслух он ее не произнес. Она все еще хочет мира, как бы вскользь намекнул Хаширма, но Учхо не мог поверить в эти слова. Ваш клан недавно вырезал всю ее семью, Мадара не был в ярости и совершенно не злился, но он знал, что теперь Лайя имела полное право отомстить им. Поэтому о каком мире идет речь? Ты думаешь она теперь захочет остановить войну? Тем более неизвестно, кто сейчас стал лидером Музумуки. Меня не было в той битве, Хаширма тяжело вздохнул, вспоминая тот день в долине, когда ливень полностью покрыл кровавую землю, а парень наблюдал до боли ужасную сцену плачущей девушки и обнимающего ее Мадару. Я не успел, а если бы успел, то не позволил бы так жестоко с ними поступить. Их головы были собраны в одну кучу, а голова лидер одета на копье, Мадара горько усмехнулся и посмотрел на грустное лицо Синджу. Ты думаешь я поверю в это? Я устал воевать, Хаширма тяжело вздохнул и серьезно посмотрел в глаза Мадаре, который ни капли ему не верил. Столько лет прошло, Мадара, а в итоге ничего не изменилось. Учхо тоже устал. Но он этого не хотел говорить. Ныть жаловаться он никогда не собирался, тем более Синджу. Ее сестра умерла у меня на руках, эти слова вырвались случайно. По Хаширме было видно, что он расстроился еще больше, услышав эту новость, и опустил голову вниз. Она захочет отмстить не только вам, но и моему клану. Как будто до этого не старалась, иронично заметил Синджу. Это же про нее, на самом деле, рассказывали те сказки. Шиноби боятся встретиться с ней лицом к лицу. Элая сама может разделаться с целым отрядом профессиональных и натренированных ниндзя. Мадара не знал, как именно Хаширма об этом узнал, но он тут же вспомнил день, когда впервые увидел алый цвет ее волос и понял, что она из клана Узумуки. Теперь парень не чувствовал ярости и боли внутри себя. Как будто с годами он с этим смирился и принял эту ситуацию как должное. Так должно было случиться, и она ни в чем не виновата. Никто не виноват в том, что они не говорили про свой клан, боясь именно того, что произошло в итоге. Ее техника невероятна, но она не умеет ей управлять. Вот сейчас Учхо действительно удивился. Сколько еще знает Хаширма? Радуйся, осадил его Мадара, ему не понравилось, как выразился Синджу, хотя он был прав. Если она сможет овладеть этой техникой, то в итоге станет сильнее, чем мы. Мадара специально сказал «мы», чтобы Хаширма даже не мог подумать о том, что он сильнее его. В конце концов между ними всегда была ничья. Я бы хотел с ней поговорить. Так сходи поговори, в голосе старого друга Хаширма услышал насмешку, поэтому грустно покачал головой. Ты же и сам понимаешь, что это невозможно. Она всегда тебе нравилась, усмехнулся Учхо, заметив, как сильно Хаширма смутился. Но это не я ушел тогда первым. Синджу не знал, зачем это говорит, потому что представлял, какие будут последствия, но он хотел защититься от его слов. Как Учхо вообще мог это вспомнить? И не я говорил, что не желаю иметь ничего общего с такими, как мы. Замолчи. Резко воскликнул Мадара и вскочил на ноги. Как он посмел об этом ему напомнить? Парень и так с того момента жалел, что именно он ушел и сказал так. Это было медленно, но Учхо чувствовал, как кровь приливает к его глазам, активируя шарингом. Ты просто трус, который ничего не сказал и молча свалил оттуда. Кажется, и Синджу это задело за живое. Эти слова быстро вывели его из себя, и он быстро поднялся на ноги, понимая, что еще чуть-чуть, и он нападет первым. Но парень удержался, стараясь держать эмоции под контролем. Это будет бессмысленная битва, Мадара, Синджу говорил спокойно, но парень услышал грозу в его голосе. Не пытаясь и меня напугать, Хаширама, пусть Учхо не пытался загнать его в Гендюцу, но он не собирался сдаваться. В этот раз он не уйдет первым, а предоставит это старому другу, который сейчас недовольно смотрел в его сторону. Я не пытаюсь, отмахнулся Синджу и повернулся к нему спиной, собираясь уходить. Все, что я хочу, это мир, в котором дети не будут убивать. Поэтому прошу, если ты встретишь ее раньше, передай мои слова. Хаширама не мог посмотреть ему в глаза, но он хотел, чтобы Учхо тоже знал, что он чувствует. Ему было действительно жаль, именно поэтому. Я хотел бы все начать сначала. Все происходит по воле случаев. Все случается так, как мы хотим все. Но для этого нужно лишь захотеть, и именно желание Хаширамы, именно те слова, которые он хотел передать Илайе, сбылись. Она все услышала. Все теперь знала. Но казалось бы, откуда? Когда вы рассказываете какую-нибудь тайну, помните одну вещь. У стен есть уши. Хотя в данном случае подслушивали именно деревья. Смерть, любовь, клан пять лет спустя с тех пор прошло много лет. Когда-то мальчики сильно подросли и выросли настоящими мужчинами. Они возглавили свои кланы и вели их только целя. Только вперед. Ни один не уступал другому. Сузумаке же все было по-другому. Илай из битвы в долине больше нигде не появлялась. Страх увидеть место смерти отца и сестрой заставляли ее сидеть дома и никуда не выходить. Единственным светом в ее жизни стала Мита, которая то и дело заглядывала ее проверить. Им было уже по двадцать лет. Двадцать лет. Уже пять лет она не видела ни Мадару, ни Хаширму. Девушка надеялась, что эта война больше ее не коснется. Но сегодня был особенный день. Сегодня Илай узнала о том, что было много лет назад на речке, когда ее друзья встретились. Они хотят мир. Сердце Илай бешено стучало, а дыхание сбилось. Девушка закрыла глаза из-за мгновенного головокружения и села, спиной опираясь о стену, чтобы просто не упасть. Они хотят мир. Сколько лет прошло с тех пор? Узумаке медленно посмотрело на свои ладони, где красовались шрамы от двух кунаев, которые так давно прорезали мягкую кожу до самых костей. Они хотят мир. Девушка просто не верила своим ушам. Как это могло вообще быть правдой? Илай громко выдохнула и поднялась на ноги. Она должна сделать очень важную вещь. Должна сказать об этом всем. Пора заключить мир и больше не нужно сражаться. Пока девушка бежала к старейшинам, в ее голове всплыли жуткие воспоминания ее родных, которые погибли в долине. Ничего страшнее в жизни девушка не видела. Но именно это заставило ее перестать хотеть сражаться вообще. Она боялась прикоснуться к котам или кунаю, потому что ей тут же становилось плохо. Илай не хотела верить в то, что ее воспринимают в клане, как оружие. Всего лишь кузырь в рукаве клана. Нет. Это все не так. Кисагаки сама, послушайте. Илай резко ворвалась к палату, где должны были быть старейшины, но попав туда она была просто в ужасе, а все ее надежды как будто рухнули в никуда. Илай, что случилось? Главный старейшина с улыбкой встретил девушку, собираясь ее выслушать, остальные просто смирили ее презрительным взглядом. Но Узумаки не услышала его вопроса, потому что ее взгляд застыл на карте, лежащей на столе. Она знала, что это. Узумаки планировали новое нападение на очах и Синджу. Нет. Илай со страхом сделала шаг назад. Только не это. Только не опять. Ашина, сидящий в самом центре комнаты, тяжело выдохнул. Он знал, что она все поняла. От нее невозможно было это скрыть. Наш шпион смог отправить нам информацию о том, что Синджу собираются столкнуться с Учхой и мы планируем окружить их, пока они будут заняты друг другом, пояснил ситуацию глава клана, но девушке от этого стало еще хуже и она бессильно упала на колени и закрыла рот руками. Они же хотят мир. Все это неправда. Так просто не бывает. Они хотят мир. Из последних сил прошептала девушка, но ее никто не услышал. Прошу вас. Что этот монстр забыл здесь? Злобно прошепел того, с отвращением смотря на девушку, которая была даже не в силах подняться. Прекратите. Резко оборвал его о шины и тот сразу замолчал, хотя явно желал вставить еще какую-нибудь гадость. Глава все понимал. Ее отчаяние было объяснимо. Вся убитая семья просто отбила у нее желание сражаться. Но сдаваться без боя будет ужасно. Необходимо защитить честь клана. Мы станем первыми, Элайя. Нет. Крикнула девушка и резко вскочила на ноги, отчего большинство сразу напряглись и уже потянули руки к оружию. Зная, что в последнее время она перестала контролировать свиток внутри нее. Они хотят мир. Прошу вас поверьте. Повисла тишина, в которой было слышно только громкое дыхание девушки, которая была в ярости. Она крепко сжала кулаки, отчего у нее побелели костяшки пальцев. «Откуда ты это знаешь?» Недоверчиво спросила Ашина и в изумлении поднял бровь. И тут Элайя замолчала. Они могли подумать, что она с ними разговаривала и предала их. В конце концов уже все в курсе, что в детстве они дружили. Старейшины с интересом наблюдали за ее реакцией. «Действительно, откуда?» Громко усмехнулся Тагасама и демонстративно отвернулся. «Нет. Я просто знаю». Девушка грустно опустила голову и закрыла глаза. Они всегда хотели мир. Она вспомнила, как они вместе сидели на вершине каньона и мечтали о светлом будущем. «Мы мечтали создать деревню, в которой все будут жить в мире, и никто не будет убивать. Мы все об этом мечтаем», — глава Узумаки тяжело выдохнул. В конце концов он понимал ее чувства. В свои годы она перебила огромное количество ниндзя и прославилась своей силой. Именно потому что он видел, как ей было тяжело, то пытался уберечь от этого свою дочь Мита. Но иногда есть только то, что возможно и решить только силой. «Скажите, Элай набралась смелости и спросила то, что давно хотела узнать и то, что хотели бы знать все. Если в этой битве никто не умрет, вы заключите мир. Это невозможно», — усмехнул Сашина, но, когда увидел жестокий взгляд девушки, перестал и громко прокашлялся. «Если никто не умрет, то я сделаю все, чтобы мы заключили союз». Звездочка, звездочка, звездочка. После битвы в долине предков Синджу думал, что Узумаки успокоятся и больше не полезут на рожон. Если бы не одну «но». Хаширама. В тот момент эти слова словно поразили главу клана Синджу. Учиха прислали письмо, это было настолько неожиданно, потому что сколько бы раз Синджу бы не выходили на контакт с ними, этот клан был всегда против. Видимо, та битва с кланом Узумаки заставила сделать этот ход. «Но почему после стольких лет?» «И оно предназначено только тебе, брат». Хаширама немедленно забрал свиток и нервно развернул, чтобы прочитать. «Да. Он давно догадывался, что это произойдет, но чтобы вот так просто?» «Неужели Мадару так легко было вывести из себя?» «Что происходит, брат?» Табирама подозрительно прищурился, гордо сложив руки перед грудью. «Почему Учиха решили с нами связаться?» «В этот раз все иначе», — Синджу грустно улыбнулся и свернул лист обратно. «Как же давно он мечтал о том, чтобы это произошло!» Хаширама горько усмехнулся, понимая, что все будет иметь летальный исход. «И в этот раз, Табирама, тебе меня не остановить!» «Все этого ждали!» «И Мадара был первым!» «Это решение далось Хашираме нелегко, и он знал об этом, поэтому не мог отказать в такой просьбе!» «Эта война испортила все и всех!» «Пора было прекращать ее существование и добиться мира!» «Главное было то, что Учиха хотел защитить всех, и не только свой клан!» «Он не хотел, чтобы теперь страдали узумуки!» «Именно поэтому, стоя сейчас напротив Хаширамы, он не сомневался в том, что в этой схватке один на один, никто не выживет!» «Пусть никто не смеет вмешиваться, Мадара даже не желал слушать Синджу, просто потому, что хватит бесполезных смертей!» «Теперь за свой клан будут сражаться только лидеры!» «Разумеется, согласился с ним Хаширамы и у него чуть дрогнули уголки губ!» «Он понимал это как никто другой!» «Лидеры тяжело выдохнули и одновременно слетели с места, сделав первый удар!» «Он был настолько мощный, что все, кто стоял далеко позади, пошатнулись и закрылись рукавами, для того, чтобы пыль не попала в глаза, но это не спасало!» «Это невероятно!» «Послышалось из клана Синджу!» «Насколько же они сильны!» «Главы лишь усмехнулись!» «Они оба знали, что не бьют в полную силу!» «Сейчас, лидеры лишь разминаются!» «Ты изменился, с нашей последней встречи!» «Глава Синджу приветливо улыбнулся, но на Мадару это никак не подействовало!» «Хоть он не показывал ни одной эмоции на лице, Учхо был очень зол!» «От и нет, Хаширама, Мадара скрестив руки на груди, решил выбросить огромную силу и Синджу резко почувствовал, как его оттолкнуло с места, но он удержался!» «После слов Учхо, Хаширама понял, что в тот вечер Мадара знал, что он наблюдает!» «Тогда почему же он ничего сделал?» «Что за детский сад?» «Рассмеялся Синджу и сразу приступил к делу!» «Древесные джунгли!» «Хаширама хотел сделать так, чтобы Мадара начал активно нападать и двигаться, но стоило дереву только пролезть из-под земли, Учхо сжигал все!» «Во все стороны летел пепел, а вокруг стоял невыносимый жар!» «Зачем позвал меня, если всего лишь хочешь поиграться?» «Казалось, что равнодушие Мадара начало выводить Синджу из себя, а он был очень взрывной человек!» «Это ваш клан прислал мне весть!» «О чем ты говоришь?» Разозлился в ответ Мадара, нападаясь новыми силами. Жалкие Синджу снова решили его обмануть. «Да как Хаширама вообще посмел вызывать его и врать ему в лицо?» «Где твой брат, Мадара?» «Напряжение с каждой секунды росло все больше и больше, с каждым разом удары были сильнее, а противники злее!» «Тебя это не должно касаться, еще больше возмутился Учхо!» «Уж что-что, но какое ему было вообще дело до того, что случилось с его единственным братом?» «Это ведь твой клан убил его!» «Но когда?» «Выпросительный знак ужаснулся Синджу, не веря своим ушам!» «Почему он об этом не слышал?» «С каких пор столько вылазок из клана без его разрешения?» «Такое чувство, что у них появился предатель!» «Это моя вина, Мадара!» «Я ничего об этом не знал!» «Но вот почему ты постоянно на стороне трусов, которые только и делают, что бьют в спину!» «Взорвался Учхо, применяя технику, в Хаширом тут же полетели гигантские валуны, которые приближались на огромной скорости!» Синджу ловко увернулся от первых, а потом резко отбил остальные гигантскими деревьями, возникшими из-под земли. «Ты не прав!» Хаширома не злился, но был возмущением этим заключением. «В моем клане нет трусов!» «Удар за ударом!» «Сражение на катанах!» «Все происходило слишком быстро, поэтому их родные бойцы из клана стояли позади лидеров и не могли даже разглядеть их!» «Удары становились все сильнее и быстрее, а сила Мадары и Хаширома возрастала!» «Каждый из них хотел мира, но они так и не смогли сказать об этом!» «В один момент они резко остановились и посмотрели друг другу в глаза!» «Этого хватило!» «Им было все ясно!» «Хорошо, что в этот раз она тоже не пришла!» Усмехнулся Хаширома. Он уже изрядно устал, после тысячи рук и истины, но все равно собирался взять верх над Учхой. Глаза Мадары сильно болели от постоянного использования Мангики. «Я рад, что она не увидит твою смерть!» Согласился с ним Мадара, намекнув на свою победу. «Не только мою, немного нас смеялся Хаширома!» «В последний раз!» «Прощай!» Прошептал каждый из них и на огромной скорости вонзили катаны вдруг друга. Рука Хаширома дрогнула, когда на его сжатую ладонь полилась теплая кровь, а лицо застыло в гримасе ужаса. Мадара даже не смог вошелохнуться, а в его глазах появилась боль. «Но почему же все было так?» «Где Лая?» Спросила Ашина у своей дочери, которая сидела у самого порога их дома. Она ушла, пап, девушка виновата поджала губы и отвернулась от отца. Ей было неприятно осознавать, что она не смогла остановить подругу и тем более уберечь ее от этого. Хочет сама успокоить гнев лидеров Учхо и Синджу. Вокруг них бегали Шиноби, в попыхах собираясь в бой. Информация о войне пришла слишком внезапно. Узумаки были не готовы к очередной схватке. «Что она может сделать одна?» С негодованием воскликнула Шина и от злости сжал кулаки. В ее-то возрасте. «Хватит, отец!» Мита резко вскочила на ноги и со злостью посмотрела на своего папу. Как он мог ее не понять? Что Элая всем сделала и за что к ней такое отношение? Элая не ребенок. «Найди мне хоть одного Шиноби, который достиг такой силы в ее-то возрасте!» «Отец!» Потребовала девушка и сделала шаг вперед. А Шина с удивлением смотрел на свою дочь и не понимал, в какой момент она так повзрослела. Почему он упустил это? Ее семья убита. У нее никого не осталось. Она просто больше не хочет воевать, понимаешь?» Воскликнула девушка и сжала кулаки. «Но почему? Почему она такая слабая и не может пойти вместе с ней и остановить этот детский сад? «Понимаешь, папа, Мита, она вам не оружие, которое нужно держать при себе и выпускать в один прекрасный момент!» Кричала девушка на мужчину, чтобы он наконец-то ее услышал. «А я тебе не принцесска, которую можно выдавать замуж при первой случайной возможности!» Мита резко замолчала, а из ее глаз потекли слезы. Эта Элая ей всегда так говорила, что, если она не будет давать отпор, ею так и будут управлять. И она была права. Отец все время ее подавлял. Он манипулировал и теперь отдавал ее замуж за непонятно кого. Ашина устало приземлился на деревянные ступеньки перед домом и опустил голову вниз. Что же он наделал? Конечно, он не так, как того, воспринимал ее только как оружие. Но как член их клана? Нет? Скорее всего нет. «Прости, Мита!» Ашина обнял дочь и грустно улыбнулся, посмотрела в ее глаза. Больше никто не умрет, его голос снова стал твердым и жестким, а в глазах промелькнул огонь. «Мы идем заключать мир!» Звездочка, звездочка, звездочка ее было не остановить. Она мчалась так, как будто пыталась обогнать время, оставляя за собой только ветер, который взъерошил деревья. Ее белый плащ, которым она так гордилась и носила герб клана, развивался у нее за спиной, а она сама смотрела только вперед, чтобы не отвлекаться ни на что. Хоть бы успеть. В конце леса она наконец-то увидела долину и была поражена тем, что не было той массовой битвы, о которой говорила Ашина. Только в самом центре сражались ее друзья. Те, кого она любила так много лет и знала лучше, чем кто-либо. «Нет!» В ужасе прошептала девушка, а ее тело начало дрожать. «Нет!» Завопила она и этот крик разнесся по всей долине. На ее глазах парни делали свои последние рывки, а их катаны были направлены прямо в сердце друг к другу. Так не должно было быть. Элая сорвалась с места, чтобы прекратить этот бой, но не успела. Было уже слишком поздно. Вместе навсегда рука Хаширом удрогнула, когда на его сжатую ладонь полилась теплая кровь, а лицо застыло в гримасе ужаса. Мадара даже не смог вошелохнуться, а в его глазах появилась боль. Но почему же все было так не вовремя? Когда именно она пыталась их остановить, она пыталась уберечь от всего? Но почему каждый раз Элая появлялась так не вовремя? Как в замедленной съемке Мадара видел, как два клинка проткнули юное тело девушки с двух сторон. Она стояла к нему лицом и даже не шелохнулась. Как будто именно так все должно было случиться. Теплая кровь лилась по катанию Мадары и Хаширомы, заливая вокруг недавно выросшую здесь траву. И теперь красное пятно напомнило ей, как же много Узумаки здесь умерло. А она просто будет одной из них. Прошу. Тихо попросила девушка, прежде чем с грохотом упасть на колени. Ее блондинистый цвет волос медленно от самых корней приобретал настоящий красный. Она снова стала Узумаке. Не надо. Элая. Самые быстрые отряды Узумаки уже пришли на помощь и, увидев весь ужас ситуации, хотели кинуться к ней на помощь. Но девушка медленно подняла руку и выполнила несколько совершенно незнакомых никому техник и в конце провела рукой. Абсолютный геном. Прошептала она мертвенно бледными губами и учиха знал, что случится. В один момент из Земли возник огромный купол фиолетовых отражений, похожий на космос с далекими звездами. Сюда больше никто не сможет зайти. Шины без размаху просто врезались в него и застыли, смотря на то, как оружие их клана проткнули лев-лидеры других. И понимали, насколько же они бессильны. Не подходите. Попросила девушка. Это был ее выбор. И она не хотела, чтобы кто-либо мешал им. Синджу просто не знал, что сказать. Его руки дрожали, и он даже не мог пошелохнуться, чтобы вытащить катану. Вы помните о нашем обещании? Спросила Узумаки, но никто не ответил. Конечно, помнили. Кто бы об этом вообще смог забыть? Клан? Деревня? Хакаги? Она стояла и улыбалась, смотря в лицо Мадари, а из ее рта текла кровь, заливая шею, одежду и затекая в раны. Мы хотели создать мир, в котором дети не будут убивать. Мадара. Она протянула свою руку и мягко коснулась лица Учихи, который застыл на месте. В ее глазах не было боли, как много лет назад. Это была любовь, которую он видел только в зеркалах души своей матери. Больше никто никогда не дарил ему такой взгляд. Прошу тебя, прошептала она, а потом набралась смелости и громко выдохнула. Я больше не хочу убивать. Закричала девушка, а в ее глазах появились слезы. И никто больше не сможет заставить меня это сделать. Девушка голыми руками схватила катаны, воткнутые в живот и в поясницу, чтобы они не входили глубже. В этот момент боль стала невыносимой. Мадара первым опомнился и вытащил из нее свое оружие, попутно, вытаскивая и второе. Она бесчувственно упала ему на руки, а он совершенно не знал, что ему делать. Парень был просто бессилен и именно это сейчас так сильно покоробило его гордость. Он не изучал никаких помогающих техник и не знал, как в принципе лечить Шиноби. Тут уже на помощь подскочил Хаширом и мгновенно использовал несколько техник, после чего из его рук палился зеленый свет. Он никогда не применял это на других. Исключительно на себе, потому что боялся, что может пойти что-нибудь не так. «Элайя, держись!» Синджу крепко сжал ее холодную руку, продолжая лечить. Как он не хотел, чтобы она умерла. Как же он хотел вернуться вместе с ней и построить деревню втроем. Все могло получиться. Он пообещал себе, какой бы ни был исход, все равно сделает все, чтобы создать мир и больше никого не убьет. Только если это будет касаться защиты их деревни. Прошу тебя, не умирай. Почему в жизни все так нелегко? В какой момент это вообще понятно? Как разобраться с тем, что ты ничего не понимаешь? И почему судьба бьет поддых так, как будто ждет, когда ты умрешь? Но ведь это только тебе решать, сможешь ли вообще подняться. Как кто-то смеет указывать, можешь ли ты жить или нет? Так просто не бывает. Так быть не должно. Элайя повернула голову так, что можно было хорошо разглядеть ее клан, впереди которого уже стояла шина и с твердой уверенностью смотрел на нее. Он не мог перейти ее защиту. Абсолютный геном бы не позволил этого сделать. Но эти отражения не могут запретить смотреть ему на нее. Такая сильная и непоколебимая девушка, которая всю жизнь хотела мир и защищала их клан. Жаль, что он разглядел это так поздно. В его глазах Элайя пыталась найти одобрение на союз, и он как будто тихонько кивнул ей, давая свое согласие. «Я думаю из вас бы получились отличные Хакаги». Она улыбнулась и изо рта вновь потекла кровь. Хаширама не понимал, почему его техники ей совсем не помогают. Но что он делает не так? «Я восхищаюсь вашей силой. Думаю в мире нет других богов в Шинобе». «Прошу, не разговаривай», — попросил Хаширама, видя ее состояние. Она умирала на его глазах. Так не должно было случиться еще раз. Только не с ней. «Ну пожалуйста. Я не хочу быть Хакаги, если там не будет вас двоих». Закричал как всегда эмоциональный Синджу, а на его глазах выставили слезы. «Ну почему все так? Давай заключим мир сейчас», — прошептал девушка, продолжая улыбаться. Мадара оторвал от нее свой непонимающий взгляд и уставился на Синджу, который тоже смотрел на него. Они столько лет этого ждали. И сейчас был тот самый момент, когда они про себя решили, что пора бы уже уступить. Мадара колебался и не знал, что делать. Для него в ссоре первым и темириться означало только поражение. Парень сомневался. Он не знал. Может быть весь клан его проклянет, а отец достанет из могилы. И в этот раз, как и всегда, как и потом, Хаширама первым протянул свою руку и обнадеживающе улыбнулся. «Давай создадим мир вместе», — предложил он и улыбнулся. Как же давно Мадара не видел такой улыбки. Парень медленно перевел взгляд на девушку, которая тепло улыбалась. Как же он скучал по ним двоим. «Мир, в котором дети не будут убивать», — Мадара протянул ему руку в ответ и крепко пожал ее. «Хватит вести эту бессмысленную войну. Мне не нужны другие друзья». Ей было больно, а перед глазами все помутнело. «Давайте будем вместе до самого конца». Несмотря на то, что ни один клан не слышал их разговор, все дружно закричали от восторга, а великая защита девушки опустилась. Мита быстро побежала к девушке и обняла ее, несмотря на то, что та уже совсем не слышала ее криков. Дочь главы была настолько красива в этот момент, что Хаширама просто не смог оторвать от нее глаз. Вот так и должна была родиться легенда Лайя. Она была кунаичи, которая добилась мира, принеся себя в жертву. Она верила в него с тех пор, как они подружились. Чтобы не случилось в прошлом этой истории. Прекрасная история об эпохе, шинобе и любви, но ведь я, автор, хотела рассказать вам о том, что будет с теми, кого просто вычеркнули из истории, дабы скрыть что-то важное. Что-то, о чем нельзя знать. Я расскажу правду, о которой умолчали предки. Правду о том, почему же на самом деле только Наруто остался из клана Узумуки. И почему же Мадара решил бросить деревню. Неужели, вы правда думаете, что из-за того, что клан перестал верить в своего лидера, Мадара Учху хотел убить Хашираму? Убить своего лучшего друга, за то, что его никто не принял? Неужели, правда, верите? Этот, союз, самое начало того, о чем нам не рассказали предки. Лай Узумуки тепло улыбалась, умирая у них на руках. Ее когда-то белый плащик украсился в красный, а герб Узумуки на спине был проткнут. Но именно этот герб с самого заключения союза стал символом дружбы. И никто не мог бы заставить стереть с его из истории так, как это сделали со многими Узумуки. Он был везде, на одежде, на предметах, в книгах и свитках, а самое главное в сознании у других. Герб олицетворил мир между тремя кланами, два из которых будут почти уничтожены через многомного лет. Детская мечта, спустя некоторое время. Мадара с наслаждением смотрел на этот маленький мир, расположенный в огромном каньоне. Потихоньку и все вместе они строили деревню, которая так скоро станет их домом. Кланы смогут жить дружно, и они будут сильнейшими во всей стране огня. Услышав новость о том, что три самых враждующих клана объединились и создали деревню, к ним начали приезжать другие, не такие сильные, но исключительные кланы. Здесь поселились и помогали в строительстве клана Бурами, Хьюга, Инузука, Акимичи и другие. Дабы скрепить дружбу, Мита согласилась выйти замуж за Хаширом и Синджу, который влюбился в нее с тех пор, как впервые увидел на поле. А Мадара отказался ли жениться на ком-либо и сказал, что ему это не нужно, потому что не хочет портить кровь и чиха. Это наш мир. Весело воскликнул Хаширом и упал на спину, чтобы посмотреть на безупречное небо, которое сегодня радовалось вместе с ним. Мадара сразу вспомнил тот день, когда они втроем сидели на вершине этого каньона и с наслаждением смотрели на это место, мечтая о том, чтобы создать деревню. Втроем. Мы сделали это. Все еще радовался как ребенок Синджу, пытаясь заразить весельем серьезного учиха. Сделали, Мадара. Я знаю, спокойно ответил ему парень. Он тоже был очень рад, но старался не показывать свои эмоции. Все-таки они Шиноби. Интересно, как это запишут в истории? Озвучил свои мысли вслух Мадара и с наслаждением завалился на спину вместе с Хаширомой, наблюдая за идеально белыми, проплывающими мимо облаками. Честно говоря, мне кажется, что все сейчас мне снится. Признался Синджу. Если это сон, Учхо почему-то вспомнил один из свитков, который я однажды нашел у своего отца в комнате, спрятанный под полом про какой-то вечный сон, названный Цукиеми. Тогда он не понимал, зачем такие сказки нужно было прятать. Неужели отец что-то замышлял? То я хотел бы спать вечно. Я слышал, что, если выучить запретные техники клана Узумаки, можно жить вечно, поделился знаниями друг, но это было больше похоже на сказку, чем на правду, поэтому Мадара просто пропустил это мимо ушей. Как поживают Мита? Спросил Учхо, чтобы сменить тему. Как будто тебе вправду интересно, как дела у моей жены. Рассмеялся Синджу, сделав акцент на слове «моей». Он хотел так уточнить, что тема семьи и любви в его жизни закрыта, потому что счастье любит тишину. Ты лучше расскажи, когда уже найдешь себе спутницу в жизни. Я хочу быть свободен от всяких семейных обязательств, оправдывался Мадара, но эта отмазка не сработала, поэтому его друг вопросительно уставился на него, чтобы узнать правду. Учхо недовольно отвернулся. Ну что тебе надо? Я просто ничего не хочу. Ааа, я понял. Многозначительно начался Нджу, сделав умное и понимающее лицо. Ты хочешь создать бордель в деревне и тайно его посещать? Ахахаха. Хаширома громко смеялся, пока Мадара думал врезать ему или нет. Просто у меня слишком много критериев, и никто не подходит. Продолжал оправдываться Учхо, не понимая, почему вообще должен это разъяснять. Он резко силой начал показывать на пальцах. Во-первых, я должен ее любить. Во-вторых, она должна быть гораздо слабее меня, чтобы не выпендриваться своей силой. А в-третьих, не заплетать волосы в дурацкие косички. Так ты же описал почти всех девушек и при этом полную противоположность Илая. Подумав, удивился Хаширома. Но Мадара был в недоумении еще больше, чем его друг. Он и сам не понял, как описался то, что его так бесило в девчонке и Зузумуке. Почему она тебе так не нравится? Не нравится. Разве она ему не нравилась? Отстань. Махнул рукой Мадара и поднялся на ноги, чтобы избежать разговора. Он и сам ничего не понимал. Еще несколько лет назад он думал о том, что испытывает к ней какие-то неопределенные чувства, но после того, как не видел ее много лет, понял, как же на самом деле сильно по ней скучал. Но вот ее сила иногда его пугала. Она просто не умела ее контролировать и пользоваться. Что бы случилось, если бы Илая смогла контролировать свиток? У Зумуке бы себе подчинили всех. Мальчики. Такой родной и до глубины души потрясающий голос. Мадара повернулся, чтобы хорошенько рассмотреть девушку, которая улыбалась, хотя и делала вид, что была недовольна. Вы почему опять бездельничаете? Она побежала в их сторону и Хаширама тут же начал бежать от нее в сторону обрыва, откуда было так хорошо видно их деревню, попутно прихватив с собой учиху. Я что одна должна тут всю деревню поднимать? Валим, Мадара. Счастливо закричал Синджу и прыгнул вниз с каньона, чтобы она их не успела догнать. Эй! Возмутилась Узумуке и понеслась за ними, видя, как Мадара тоже сиганул со скалы. Я вообще с кем разговариваю? В тот самый момент их счастью не было предела. Тогда они совсем не думали о том, что деревней должен управлять кто-то один, а не трое, как хотели старейшины Синджу. Они хотят одного правителя. Удивился Учхо, когда они вместе сидели в самом первом заведении быстрого приготовления, которое уже успели построить в деревне. «Да, и я хочу, чтобы он был ты», спокойно предложил Хаширама, чем очень удивило Мадару и Эллайю. Девушка не стремилась быть Хакаги. Старейшины ее клана будут голосовать против нее и сам Ашина это не одобрит. Скорее он захочет править сам, и девушка считала это нечестным, поэтому была за то, чтобы кто-то из них был Хакаги. «Ты серьезно?» удивился Мадара. Он был в недоумении. «Почему Хаширама отдал свое право быть правителем деревни так легко?» «Ты мой друг и я тебе полностью доверяю», объяснил свою позицию Синджу и поблагодарил за лапшу, которую ему только что подали. «Ты более ответственный, чем я, и сможешь повести все наши кланы за собой». Синджу действительно в него верил. Он хотел, чтобы Мадара проявил себя, чтобы смог полностью показать всю мощь деревни. Но Учиха всегда переживал, что на самом деле Хаширама гораздо сильнее его, несмотря на всю силу, которую он сам обладает. «Что скажешь, Элая?» спросил Синджу, надеясь, что девушка его поддержит, но она словно думала совершенно не об этом. Ее мысли были заняты совершенно другим. «Мне все равно, кто из вас станет Хакаги», Узумаки нервно сжала кулаки и опустила свой взгляд. «Почему же она не радуется?» «Разве это не тот самый день, когда она должна рыдать от счастья?» «Главное, что это будете вы, а не мерзкие старейшины из моего клана». Учиха полностью разделял ее мнение, потому что своих старейшин он просто ненавидел. «Неужели из-за того, что они старше и у них много опыта, они имеют право управлять судьбами их поколения?» «И вообще, если он и доживет до старости, то будет стоять впереди со всеми Шиноби, а не прятаться в деревне, прикрываясь своей дряхлостью. Может, ты сама хочешь стать Хакаги?» Адара никогда не говорил ей, что знал правду о запечатанном в ней свитке. И ведь за много лет он так и не смог рассказать ей последние слова ее сестры. Ему казалось, если он все ей передаст, то она исчезнет навсегда. Как и ее клан. Элаев недоумене приподняла бровь. «Зачем он это спросил, если она прекрасно знала, что в такой ситуации ни один клан не будет следовать за такой молодой девушкой?» «Ты забавный», усмехнулась Узумаке и продолжила есть, не желая отвечать на этот вопрос. На самом деле Мадара не раз замечал взгляды ее соклановцев на ней. У многих они были полны презрения и отвращения, а сама и главная страха. Ее невероятно боялись, и он был рад, что другие кланы относились к ней очень хорошо, не зная правды и признавая своим лидером. Все знали, что эта великолепная Узумаке сделала все, чтобы они заключили союз. Где-то глубоко внутри он был рад, что его кандидатуру никто из них не оспорил. Они верили в него и в его силы. Ему было очень даже приятно. Но вот вопрос, верил ли он сам в себя? Парень всегда очень много думал о том, что он невероятно уверенный, самый сильный и при этом только он обладал мощью Мангеки Шарингана, которую он между прочим последние годы мечтал проверить на Элайе. Если на нее не действовал обычный Шаринган, то Мангеки был обязан просто уничтожить ее. Меж клановые бои? Удивилась девушка, когда услышала, как на улице это почему-то обсуждали все, а она была не в курсе. О, красавица! Ее знал почти каждый житель и все, кроме Узумаки, относились к ней просто прекрасно. Узнать девушку было легко, на спине у нее всегда висел белый плащ, на котором был красный герб ее клана. Ты что не знаешь, что решили устроить старейшину? Этот вопрос словно кун и вонзился ей в голову. Старейшина! Это будут просто дружеские бои, на которые пойдут только желающие, пояснил незнакомец Изучха. А победитель станет правой рукой Хакаги и сможет возглавить военную мощь в деревне. Узумаки была в ужасе. С каких это пор, старейшины опять что-то решают, при этом прекрасно знают о том, что кланы могут вновь поссориться и мир разрушится. Убегая с того места, девушка везде пыталась найти Мадару или Хашираму. Знали ли об этом они, почему тогда ничего не делали? «Хаширама, открой!» Кричала девушка, барабанив дверь руками. От нетерпения ей хотелось просто выбить эту дверь. Дело было уже ближе к ночи, поэтому он уже точно должен был быть дома. В один момент, когда девушка наклонилась ухом к двери, чтобы послушать, если там кто-нибудь, дверь отворила сила и упала на Табираму, который сонно протирал глаза. «Что тебе нужно?» Недовольно спросил парень, нормально поставив ее на ноги, как-то холодно ценил взглядом. «Где Хаширама?» Вопросом на вопрос ответила девушка, надеясь, что он не подумает о том, зачем к его брату ночью и так поздно пришла девушка. «Ушел Смита», сказал, как отрезал Синджу. Девушка тяжело вздохнула. «Почему в такое тяжелое время он всегда чем-то занят? Ты знаешь про бой между кланами?» «Если уж нет Хаширамы, то она сама узнает, почему их решили провести». «Да, и что?» Его холодный голос говорил только о том, что ему плевать на то, что будет. «Зачем их проводят?» Элайя из-под лобья смотрела на Табираму, которого ничего не волновало. Чтобы все поняли, что на самом деле никого сильнее Синджу нет и быть не может. Грубо ответил ей Синджу, заставляя Узума кизлиться. «Что ты сказал?» Тихо переспросила она, дав ему шанс обдумать сказанное, ведь в ее голосе слышалась угроза. Только Синджу достойно править деревней, продолжил Табираму и тут же получил пощечину, даже не заметив, как ее рука молниеносно приблизилась к его лицу. Парень медленно поднес руку к горящей щеке и на секунду оторопел. «Не смей нас недооценивать!» Зло воскликнула девушка и до боли сжала кулаки. Синджу не жалел о том, что сказал, но почему-то в этот момент на секунду задумался. «Сколько времени эти трое мечтали о мире, который он где-то внутри отвергал?» «Почему все ты такой?» Горько прошептала Элайя и крепко зажмурилась, надеясь, что ее не ударят в ответ. «Ты же брат Хаширмы!» «Ну так почему ты сам его не слышишь?» «Почему так много таких людей, которые не принимают мир?» «Ты пришла, чтобы доказать, что я не прав или что?» Табирама нахмурил брови и с вызовом посмотрел на нее. Парень был гораздо выше, поэтому смотреть свысока ему было легко. В воздухе повисла напряженная пауза. Но ведь действительно, что она вообще ему пытался доказать, а главное зачем?» Элайя молча повернулась и ушла от его дома прочь, в надежде найти кого-нибудь. И тогда ей очень повезло, она наткнулась на Мита, которая, закутавшись в плащ, шла на край деревни. Девушка улыбалась Элайей и помахала ручкой. «Что ты тут делаешь?» Спросила дочь бывшего главы клана и девушки вместе, поддерживая разговор, пошли в нужную сторону. «Пожалуйста, скажи, что ты знаешь?» В голосе Элайи была слышна мольба. Она очень надеясь на то, что хотя бы Мита была в курсе. «Что за межклановые бои намечаются?» «Так ты об этом!» Рассмеялась подруга и девушка в недоумении на нее посмотрела. «Ты что не знаешь?» «Прекрасно!» «Даже Мита в курсе происходящего, а ей ничего не сообщили. Понятия не имею», недовольно пробурчала Элайя. «К нам едут делегации из других кланов!» Воскликнула Мита, тем самым поразив подругу. «Так бои будут не между нашими кланами, наконец хоть кто-то ей объяснил ситуацию. Конечно!» «Нет!» Смеялась Мита и от ее смеху Элайя даже поднималась настроение. «Кому в здравом уме это придет в голову?» «Табирами», подумала девушка. «Кому же еще?» «На самом деле, то, что там будет, это секрет», начало Митая прикрыло рот ладошкой, загадочно улыбаясь. «Хаширому чуть ли не для тебя это делает?» «Для меня?» Удивилась Элайя и подруга ей многозначительно кивнула. «Тебе уже двадцать, а ты все еще одинакая», пропела Миту и посмеялась, когда у Зумаки мгновенно покраснела. «И очень хорошо, что был уже вечер и не было видно ее яркого румянца на щеках. Это мое дело!» Обиженно воскликнула девушка. Она, конечно, была благодарна Синджу, но не настолько, чтобы искать себе кого-нибудь вне деревни. «Я не хочу выходить замуж так рано!» Кстати, на прощание давала советы Мита, помахав рукой, когда у Зумаки уходила в сторону своего клана. «Потренируйся чутко! Вдруг ты тоже будешь сражаться за честь нашего клана?» «За честь клана?» Элайя была в ужасе. Она не хотела сражаться. Ни за что. Только от одной мысли о том, что ей придется использоваться свиток, любое оружие или же абсолютный геном, девушка начинала дрожать и обхватывать плечи руками, чтобы хоть как-то прекратить это состояние. В деревне стояла суматоха. Все быстрее старались достраивать дома и так называемые гостевые домики, где будут ночевать шины без других деревень. А те, кто готовились к межклановым боям, уходили далеко от деревни, чтобы ее не разрушить. В один из таких разов, Элайя сидела и смотрела, как тренируются друг над другим Мадара и Хаширама. В бою они были великолепны и сейчас отрабатывали рукопашный бой. Она понимала, что они не сражаются во всю силу, но тем не менее, девушка видела, насколько возросла их мощь. Много лет назад она еще могла сравниваться с ними, но сейчас ей было даже страшно взять в руки куны. «Почему ты только всегда наблюдаешь?» Поинтересовался Хаширама, когда присел попить воды, чтобы слегка отдохнуть. «Хочешь потренируемся вместе?» На этот вопрос девушка лишь отрицательно покачала головой и спрятала глаза, чтобы никто не мог понять, о чем она думает. Но это не укрылось от взгляда Учихи. Где-то глубоко внутри он догадывался, что ее сподвигло на это. Прошло много лет с тех пор, как он поджег всю долину, чтобы сжечь трупы Шинаби из ее клана, где были ее отец и сестра. Она просто потеряла смысл сражаться. Когда Хаширама ушел, Мадара резко схватил ее за руку и поднял на ноги, срывая любимый плащ. «Эй!» Возмутилась девушка, пытаясь сопротивляться, но было видно, что она даже силу не приложила. «Зная тебя, если бы ты реально не хотела, я бы уже отлетел, отпустил ее руку парень и встала напротив нее. Сражайся!» Грубо потребовал Учиха. «Хватит строить из себя маленькую девочку, которая ничего не умеет». Это он припоминал ей их знакомство, когда Лайя подавляла свою чакру, чтобы никто из них не заметил ничего странного и не подумал, что она Кунаичи. «Как это было раньше?» «Я не строю из себя маленькую девочку». Продолжила свои возмущения Узумаки, как вдруг Мадара сорвался с места и перекинул ее через себя, свалив на землю и мгновенно ошарашив. Ей не было больно, но, как он сделал это настолько быстро? «Ты такая не жалкая!» усмехнул Суучха, когда увидел ее испуганный взгляд. Он помнил ее не такой. Узумаки всегда была в себе уверена, ее глаза говорили о том, какая она непоколебимая, а сила всегда росла. Теперь же девушка была жалкой и слабой, при этом совершенно потеряв желание сражаться. «Что ты будешь делать, если тебя вызовут на бой?» «Отстань!» вскочил Элайи и попыталась нанести удар прямо в солнечное сплетение. Мадара оценил этот жест, но легко перехватил руку и заломил ее за спину. «Я не хочу сражаться!» «Неужели ты потому и не хочешь быть Хакаги, что даже палку в руки теперь не можешь взять?» Разозлил Суучха и швырнул ее в дерево, надеясь, что она начнет отвечать. Послышался жуткий хруст. Но девушка легко встала на ноги, а в ее глазах не было никакой злобы, только боль и невыносимая грусть. «Какая тебе разница, Мадара?» закричала Элайи и до боли сжала кулаки. «Зачем? Почему она должна с ним драться?» «За что?» «Ты ведь никогда этого не поймешь!» «Я...» «И не пойму!» усмехнулся парень и вплотную подошел к еще крепко держащейся на ногах девушке. Он все понимал. Он знал, когда не знал никто и действительно ее понимал. В отличие от Элайи, ее сестра Эллиан рассказала гораздо больше, но почему? Почему она сама никогда не рассказывает о своих проблемах? «Терпеть не могу такой тип девушек, как ты!» Зло воскликнул парень и сделал шаг в ее сторону, видя ее страх и то, как она отходит назад и прижимается к дереву, надеясь, что он не подойдет ближе, но Мадара не собирался останавливаться. «Вечно плачешь и больше ничего не умеешь», он хотел ее добить. Хотел, чтобы она начала сражаться. Чтобы злоба пришла к ней и дала ей сил. Парень схватил ее за ее браслет и полностью охватил кисть, чтобы она не сбежала, не сразу заметив, как ее лицо резко поменялось и стало жутко больно. Откуда? Откуда он знает ее единственное слабое место? Девушка начала загибаться и не могла даже вздохнуть, задыхаясь от своего бессилия. Дыхание мгновенно сбилось, и она схватилась свободной рукой, пытаясь вдохнуть. Мадара был в замешательстве. Он же уже это когда-то видел, но что же он делает такого, чтобы ее тело так билось в конвульсиях? Мужчина отпустил ее, но злость никуда не делась. Элая стояла на ватных ногах и в отвод бы упала, но Мадара этого даже не заметил. Тогда очаха сделал непростительную вещь. Он обещал себе, что не расскажет ей, но внутреннюю ярость взяла верх. Вот твоя сестра оказалась стопоинтереснее. Лицо девушки мгновенно изменилось. Сестра? Она оказалась болтливее тебя и под страхом смерти начала разговаривать, высокомерно усмехнулся Мадара, надеясь, что сейчас Элая выйдет из себя. Пусть и то, что он сказал, было совсем неправдой. Ильяна прошептала девушка, а ее лицо совсем побледнело. В глазах появились горькие слезы, а по телу пробежала дрожь. Не такой реакции ожидала очиха. Нет. Она совсем прижалась к дереву и теперь была похожа на маленького котенка, который попал в тупик. Это все-таки ты убил ее. Не этого ожидал Мадара. Она должна была сейчас хорошенько врезать ему за такие слова, а не потерять веру еще больше. Он видел, как она начала тихо плакать и был в смятении. Так не должно было быть. В голове сразу всплыли слова Эллианны, она всегда плакала. Но никогда не говорила, что случилось. Но почему? По ее щекам скатились горькие слезы. Девушка сильно зажмурила глаза, надеясь, что станет легче и перестанет так гореть все внутри. Как скажи, ей было больно. Почему? Это был ты? Учху мгновенно почувствовал ее мощь. Ее блондинистые волосы постепенно становились ярко красными. Земля под ногами затряслась, а с ветвей посыпались листья. Но парню этого было мало. Сражайся! Воскликнул Мадара, схватив девушку за воротник, подняв ее над землей. Эллианна открыла свои прекрасные фиолковые глаза и тогда он не увидел ни злости, ни ярости. В ее глазах была грусть и глубокая и разрывающая душу боль. Мадара. Пусть он держал ее над землей и злился на нее, заставлял сражаться дальше и убил сестру. Пусть, я больше. Она протянула свои руки к его лицу и ладонями прикоснулась к щекам. Ее волосы после удара об дерево окончательно расплелись. Девушка улыбалась, и ее улыбка была не фальшивой. Она смотрела на человека, который ей был очень дорог, но он об этом совершенно не знал. Не могу использовать свою силу. Во-вторых, она должна быть гораздо слабее меня, чтобы не выпендриваться своей силой. А в-третьих, не заплетать волосы в дурацкие косички. Разве такую девушку он на самом деле хотел видеть рядом с собой? Учхо опустил Илай на землю. Ее взгляд. Он был такой же добрый, как и всегда. Ее темно-фиолковые глаза блестели от слез, но так тепло смотрели на него. Как же в этот момент он хотел ее обнять, обнять и сказать, что она больше не одна. Что он не убивал ее сестру. Это все были Синджу. Прости. Его извинения были искренны. Мадара даже не знал, что сказать. Видимо, в тот самый день, много лет назад, дождь смыл не только кровь, но и все ее силы. Я не могу даже вызвать свою катану. Она говорила, улыбаясь, но эта улыбка была настолько горькой, что он просто не мог воспринять ее. О какой силе вообще может быть речь, когда внутри все как будто раздирался. На секунду Мадара захотел ее обнять и подержать. Правда хотел, но был слишком слаб для этого. Он мог сделать все, но выражать свои чувства к другому человеку ему еще было тяжело. Я пойду, продолжила Илай и подняла с земли свой плащ, на спине которого красовался герб ее клана, крепко сжав в руке. Она была хрупкой девочкой, которой от силы можно было дать лет 17, но психологический возраст был слишком большой. Мадара знал, что в этом виноваты только он и Хаширома. Парень помнил ее в то время, когда она была трепетной, пугливой, но очень решительной девочкой. Но, пожалуй, она позже них начала осознавать, что все для нее находится во враждебном мире. И после этого, Узумаки обдуманно вооружила себя против него. Никто, из тех, в ком запечатали свиток оружия, не мог вызвать больше, чем простой клинок. Айлая смогла вызвать больше, чем все кто-либо. Но в тот момент, девушка уже никому не могла верить. Панцирь ее враждебности медленно нарастал. И Мадара даже не смог увидеть этого момента, чтобы предотвратить. Узумаки носила маски, в которые начала верить и сама. Но Мадара любил ту девушку, которую не видели все. Любил ее высокую тонкую фигуру, любил уверенность в ее глазах и ее манящие к себе губы. Но, как же жаль, что он так поздно это смог понять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok